В начале ноября завершилось благоустройство дворов по улице Ватутина. Реконструировали дороги, детские и спортивные площадки, спилили старые деревья и высадили новые. Губернатор Вячеслав Гладков вместе с первым заместителем главы администрации Белгорода Антоном Ивановым оценили обновленную территорию и узнали мнение жителей о реконструкции. К работе управляющей компании было много претензий, поэтому Антон Иванов решил вечером еще раз встретиться с жителями улицы Ватутина. Мы свое знали. А зачем убирали тогда? Ну это на подрядчик убирал, во-первых, там нельзя ничего строить, судя по всему, да, сказали? Сказали нельзя, под ним там идут сети. Просили, ну, лавочки сверху поставьте. Там был мегас. Нельзя. Светлана Роганина живет на Креди с малых лет. В детстве у ее дома хорошей площадки не было. Чтобы поиграть, приходилось идти на соседнюю улицу. Сейчас у Светланы подрастают дети, и она хочет, чтобы у них был свой чистый и благоустроенный двор, своя безопасная игровая зона, чтобы территория тщательно убиралась, а дом поддерживали в нормальном состоянии. Дворники приходят к нам только раз в неделю убирают дворы. Санобработка подъезда вообще не происходит. Ремонт подъездов тоже не происходит. Еще 20 лет назад последний раз происходило, когда они билили потолки в подъезде. Мнения жильцов разделились по поводу старых деревьев, которые спилили. Одни жалуются, что управляющая компания не согласовалась с ними эти работы. Другие на то, что не все старые деревья спилили, так как страдают аллергией из-за тополиного пуха. Но есть и те, кто искренне радуется проведенному благоустройству. Я сейчас радуюсь за чужих, за других детей. Смотрю, когда они на площадке этот футбол гоняют, качельки. Боже мой, думаю, какая благодарность, что к людям повернулись вот лицом. Любую проблему можно решить, но в первую очередь люди должны собраться и договориться между собой. Первое, что они хотят. Ведь часто на вопрос, что нужно конкретно сделать, нет даже общего единогласного мнения, что нужно сделать в дворе или не нужно. Часто в этом возникают споры и нет конструктивного решения и желания собственников. Ситуация на улице Ватутина сейчас под личным контролем первого заместителя главы администрации Белгорода. Собственникам важно помнить, что они сами могут решать, кому доверить управление общим имуществом. Если действующая компания не справляется, не нужно с этим мириться. Есть трейтинг УК, можно выбрать достойных. Но это могут сделать только сами жильцы на общем собрании. Городская администрация со своей стороны готова предоставить всю необходимую информацию и поддержку.